Здравствуйте! Сегодня я хотел бы показать, как перевести ваш CERC-файл в STL-файл. Как приготовить его? Какую программу использовать? Если кто еще использует BlueCam и кто использует Amnicam, если ваша программа, как у меня на компьютере, находится 4.3, 4.3 программа не имеет тот файл, который вы можете перевести на STL-файл, то есть напрямую. Для этого нужно будет программа, которая называется 4.2. Вы видите, скажем, на этом экране 4.2 программа. Я специально поставил ее именно сбоку, так в уголке, для того, чтобы мой ассистент или кто бы работал, не открывал ее случайно. Поэтому для того, чтобы перевести именно этот файл, мы откроем одному из пациентов. Вы видите, что я выбрал уже одному пациента. Так мы делаем ZOOP 4.5. И если, скажем, я сделаю дабл-клик, вы увидите, что я просканировал модель. Вы можете также просканировать у пациента во рту. Нету разницы. Вы видите, что по сравнению ее с DICAM файлом, то есть оренгеновского файла, наша модель намного опрятнее и точнее. И поэтому и гайды стараются делать по STL-файлу, не DICAM файл. Хотя можно там и другое сделать, но более четко она будет садиться на ваш STL-файл. Поэтому для того, чтобы именно вывести тот файл, который находится здесь, мы переходим на ваш скрин, который, видите, здесь находится. Он у нас называется Export. И мы нажимаем на кнопочку, и выходит, вы видите, что это такой RST-файл. Но для того, чтобы нам перейти его в STL-файл, нам нужно обязательно будет, видите, CDT-файл. Вот этот файл. То есть от CERC-а 3.8. И поэтому, скажем, когда вы нажимаете на него, так вы выбираете именно этот файл CDT, который потом вы сможете легко перевести в STL-файл. Вы выписываете пациента имя, или как вы хотите его дизельный сделать, и сохраняете ли его или на десктапе, или в определенном файле, где бы вы хотели бы его сохранить, для того, чтобы потом уже перевести именно этот файл от CERC-а в STL-файл. Вот такое маленькое видео показать вам, какой из файлов вам нужен, если вы переходите от CERC-а, хотите перевести файл в STL-файл. Спасибо большое.